Конкурс профессионального мастерства уссурийских официантов прошел в Корейском культурном центре. Последний раз такое мероприятие проводилось в Уссурийском округе в 2004 году. Управление торговли и защиты прав потребителей, администрация Уссурийского городского округа, старается ежегодно проводить такие конкурсы профессионального мастерства, но не конкретно в сфере общественного питания. То есть раньше у нас были конкурсы профессионального мастерства среди продавцов, среди работников бытового обслуживания. Конкурс оценивали как уссурийские специалисты, так и гости нашего города. В судейскую коллегию входили представители ресторанного бизнеса из столицы Приморья. Хотел заявить, что вы круче, чем Владивосток. Несколько лет назад мы проводили подобный конкурс для шеф-поваров, администраторов, официантов. На шеф-поваров мы набрали участников, на барменов мы набрали участников, на сервис мы не набрали участников, потому что все постеснялись. Конкурс состоял из пяти этапов – два домашних задания и три практических испытания. Участники должны были показать умение сервировать стол, разбираться в винах, складывать салфетки. Особый профессиональный навык – общаться со скандальными посетителями. Справляемся, сглаживаем. Главное – улыбка. Улыбка – это наша вторая униформа. Через несколько часов победители были определены. Лучшим в своей профессии признан Роберт Рыбалкин из ресторана «Седьмое небо». К своей работе молодой человек относится очень серьёзно и параллельно учится в железнодорожном институте. Первый мой опыт работы был именно официантом. Почему-то я стал работать именно официантом. Ну, наверное, моё призвание. Второе и третье место завоевали сотрудники заведений «Кантри пицца» и таверна «Капитан Флинт». Все победители получили весомые денежные призы от администрации округа. Подарочные сертификаты на 16, 14 и 12 тысяч соответственно.